Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ» Александра Хайрулина. Я вас призываю, настоятельно рекомендую сейчас обязательно включать свои гаджеты, включать телевизоры, если вдруг по какой-то причине вы нас слушаете в своих приемниках. Потому что этот эфир нужно обязательно видеть, иначе вы пропустите, будете не в теме и вообще, бог знает, как будете одеваться. Совсем не модно, безвкусно и не стильно. Я предоставляю своего гостя с огромным удовольствием. Это дизайнер, основатель бренда «Джи-Джи» Геннадий Горбачев и, между прочим, король стиля «Кинг-стайл». Генн, здравствуйте! Добрый день! Хочу сразу отметить, у вас шикарная просто студия. Из твоих профессиональных уст это вдвойне приятно слышать, скажу тебе. Я очень люблю такой стиль, хай-тек такой, даже космос. Стуль и вообще просто огонь. Ты безумно круто выглядишь. Спасибо большое. Спасибо, это я скажу и про тебя. И сразу хочу сказать всем нашим зрителям и слушателям, что мы сегодня увидим и твои работы, за что тебе отдельное спасибо. Будут и эскизы, будут и целый видео, будет показ. И, друзья, здесь в студии появятся модели. Конечно, они, нельзя сказать, что лучшие в стране модели, но, может быть, лучшие на телерадиоканале «Страна ФМ». Они хорошо вам известны, да. И именно им сегодня предоставится честь демонстрировать одежду, созданную Геннадием Горбачевым. Геннадий, расскажи мне, пожалуйста, ты уже в фэшн-индустрии годков шесть, если я не ошибаюсь, да? Да, с 2012 года. Все, это началось именно тогда. Были женские коллекции и мужские коллекции. Но на сегодняшний день бренд GG – это офигительная абсолютно мужская одежда. Совершенно верно. Я сейчас полностью перехожу на мужскую аудиторию, потому что у нас огромный дефицит мужской одежды. И из многим известных масс-маркетов, соответственно, ничего хорошего нет. И особенно из российских дизайнеров никто мужскую коллекцию не делает. Делают в основном классику. И я вот занял, наверное, единственный в России, кто занимается стрит-стайлом. Это очень сложное направление, и мне оно очень хорошо дается. Но это спортшик, да? Это спортшик, спортглем, да. Это такой легкий смарт-кэжуал, но где комбинация, там есть сочетание цветов и разные фактуры ткани. Эта история больше молодежная или абсолютно для любого возраста? Нет, тут мне часто задают вопросы, на какую аудиторию ты нацелен. Но, откровенно говоря, я нацелен вообще на всю аудиторию, там, вот, скажем так, 16 лет до 90, там, неважно. Вот, кстати, наши модели, которые выйдут сегодня на подиум, они тоже, надо сказать, мягко не молодые. У меня просто много заказов бывает, даже больше заказов бывает, там, мужчин 40+, и они любят молодиться. Конечно, конечно. Мужчина должен выглядеть красиво в любом случае, как и женщина, да. В наше время сейчас нужно быть не только красивым, но и модным. Стиль должен быть не только, как говорится, на кустах и в голове, он должен быть еще и внешне. Поэтому я вот как раз стараюсь подобрать соответствующий стиль, там, по типажу. Вот ты же всегда говоришь в своих интервью, что мода для тебя ничто, для тебя важен стиль. Совершенно верно, да, именно стиль. Ну, давай поясним, прямо, вот, наверное, самыми простыми словами, в чем отличие принципиальное моды от стиля, стиля от моды. Тут очень много отличий, на самом деле. Мода — это такое короткое явление, если говорить простым языком. Сезонное, да? Это, скажем так, мгновение. Вот вышла какая-нибудь вещичка, да, там, ее отрекламировали блогеры, там, глянцевые журналы, что это, типа, популярно. Все массово стали это носить. Но люди забывают о собственном стиле. К сожалению, модная вещь, она может изуродовать образ. Да. И многие модники и модницы, которые стремятся, там, за какими-то новинками, они одевают на себя, там, все самые лучшие тренды. Чаще всего это бывают фейки. Чаще всего это бывают фейки, да, потому что на дорогие вещи не хватает, там, денег. И ходят вот так вот петушатся, на самом деле. Ну, извините, что я так говорю, но, тем не менее, это правда. Это жизнь наша, конечно. А я всегда был за стиль. Потому что стиль в одежде, это стиль жизни. И если копировать постоянно какие-то там вот эти вот введенные в моду эти тренды, это совсем не то. Это глупо. Просто можно смешно выглядеть, конечно. И смешно выглядеть, безусловно, да. Потому что вот я недавно ездил на одно мероприятие, которое проходило в цветном торговом центре. И я пришел, это цирк. Это реально цирк, там огромное количество фриков было. Я просто подумал, что я здесь делаю. Бескусица, полная бескусица, и я оттуда сбежал. Вот так, друзья. От нас Геннадий не сбежал, чему я очень рада. Значит, здесь как-то все более-менее все в порядке. Ген, я очень хочу, чтобы мы с тобой рассказали сейчас о бренде GG, а принципиальной тоже, наверное, составляющей одежды. Что за материалы использованы тобой в коллекции? Я сейчас использую итальянские ткани. К сожалению, к моему большому сожалению, у нас в России нету вот этой вот текстильной промышленности. Когда же это вот закончится время? В октябре будет как раз форум, куда я поеду с спикером. Это будет проходить в Питере, и как раз мы будем поднимать эти вопросы вот именно на государственном уровне. Так как у нас очень много вопросов открытых в сфере фэйшн-индустрии, и нужно задеть их на самом деле. У нас государство, в принципе, не поддерживает эту систему все. И очень плохо. Потому что люди в год по статистике примерно тратят 30% собственного дохода. Это колоссальные деньги. Но все эти деньги уходят на непонятные бренды, которыми заполонили просто весь рынок. Что касается тканей. Я использую сейчас итальянские ткани хорошие, дорогие. Там и плащевку, и трикотаж, и эко-кожу. Я чаще делаю одежду из кожи, там эко-кожи. Но больше из эко-кожи, потому что меня поддерживала вот на показе там экологическая палата России. Соответственно, в принципе, даже не то чтобы, соответственно, я уже знаю, что Европа уходит на эко-кожу. Да, даже самые бренды, могучие, великие. И вот все, кто видит мою одежду, говорят, блин, крутая кожа, это что? Я тебе тоже самое сказала сегодня в гримерке, да? Потому что это очень хорошая, качественная эко-кожа. Ну, внешне никогда не отличишь, вот честное слово. Настолько мягкая, настолько качественная. А что касается фурнитуры, у меня своя собственная фурнитура, брендированная, включая подкладки брендированные. То есть я делаю бренд полностью под ключ. Не как многие там создали какую-то одежду, купили ткани, сэкономили там на фурнитуре, дешевую фурнитуру. Кстати, фурнитура, она является лицом любой одежды. О, она очень много берет на себя. Очень много, да. Поэтому хочу обратить внимание на всех, кто любит дизайнерскую одежду. Обращайте внимание, пожалуйста, на фурнитуру. Если фурнитура дешевая, старайтесь не приобретать эту одежду, потому что... В конце концов, она потом и при стирке, при носке, она быстренько вам испортит настроение. Не то, что даже настроение испортит, она просто портит весь вид. Фурнитура должна быть красивой. Вот у меня вот молнии там, двойной шлифовки, они блестят, как серебро. Мы посмотрим возблизи обязательно, когда вот эта модель, Эген, я вот слушаю тебя, и, наверное, уже предполагаю вопросы многих наших зрителей и слушателей. Ну, понятно, все ткани итальянские, фурнитура, там очень крутая, наверное, и цена, значит, там тын-тын-тын-тын-тын. Несколько нуликов, в лучшем случае, несколько, может быть, и десятки. Я удивлю, у кого-то, наверное, нет, у меня нет слишком высоких цен. Вот, допустим, парки, которые мы увидим в эфире, у них средняя цена там 45-60 тысяч рублей. Это абсолютно нормальная цена для парки, в зависимости, допустим, от других каких-то производителей, которые там делают по 150 тысяч рублей за фейк, которые там в том числе и в ЦУМе продают. А у меня качество гораздо лучше, я даже вот не стесняюсь, можно это провести даже сравнение когда-нибудь. Ну, и еще что немаловажное, это такие вещи, в которые можно выйти, я не знаю, даже на любую ковровую дорожку, куда угодно, то есть абсолютно на любого уровня мероприятия. Совершенно верно. У меня и уникальная конструкция, дизайн одежды. Я не из тех людей, которые любят копировать каких-то мировых дизайнеров. Я даже не читаю их истории. Мне тоже много вопросов задают, кто ваш поклонник. У меня нет поклонников среди даже. Нет, кто твой кумир, наверное, правильно. Да, точно, извиняюсь. У меня нет таких. Я не слежу за их жизнью, я не слежу за их коллекциями. Мне это неинтересно. Я хочу направляться вот именно в своей нише и сам создавать свои модели. Вот именно поэтому, наверное, в твоей новой коллекции нет клетки, потому что сейчас все бренды клетку выпустили на подиумы. А тебе спасибо, что ты этого не сделал. Да, как раз это все идет с Европы. Если там что-то пошло, значит, это должно пойти и здесь. Кстати, у меня вот в одежде очень много клепок. В новой коллекции было очень много клепок. Мне говорили, что это все фигня, это все уже устарело. Я сделал коллекцию, и в Европе все вот недели мода прошла, у них практически везде были клепки и шевроны. И шевроны я тоже, кстати, сделал. Я прям попал в точку. Ну, здесь чисто интуитивная такая история получилась. Да, и сейчас очень много стали тоже уже повторять, делать одежду с шевронами. Заказывать там нашивки на джинсы, на куртки. Ну, ты был первый все равно. В этом году, да, я был первый. Кто это сделал? Друзья, мы прерываемся совсем ненадолго. Обязательно оставайтесь с нами. Впереди показы, много чего интересного. Дизайнер, основатель бренда Gigi Геннадий Горбачев. Сегодня у нас в гостях шикарный эфир. Я прям уже чувствую, Генн. Спасибо тебе. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. А в гостях у нас сегодня, безусловно, один из самых лучших. Дизайнеров в нашей стране. Основатель бренда Gigi Геннадий Горбачев. Друзья, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Геннадий, я думаю, один из немногих дизайнеров, который лично, собственно, ручно сам делает эскизы. Совершенно верно, все делаю. То есть это делают не специально обученные люди за отдельную плату. Геннадий, расскажи, как это обычно происходит. Что у тебя на столе? Огромная коллекция карандашей, не знаю. У меня гигантская коллекция карандашей. Там всевозможных. И я раскладываю, безусловно, когда я что-то там начинаю создавать, все это перед собой. Огромное количество бумаги. И чаще перерисовываю. А все начинается с идеи в голове. Ты видишь картинку прям? Да, я вижу картинку. Я представляю себе лук. Я начинаю его отрисовывать сначала контурно. Потом я делаю небольшую такую коллекцию контурную. Так. Смотрю на сочетание там по деталям, а потом начинаю уже закрашивать там в цвет и, ну, сочетать цвета и фактуру. Очень уникальная совершенно папочка у нас, да? Как она правильно называется? Просто папочка. Просто папочка. Просто папочка, да. С эскизами. Здесь, кстати, образцы и материал находятся. Ну да, чтобы не забыть. Это специально сделаю я для того, чтобы там, допустим, на фабрику отправлять. Понятно. Чтобы не было недоразумения никаких. Таких и вдруг не сделали из плюша. Образец одежды, фурнитуру и, соответственно, эскиз. Это коллекция 18-19-го годов. Да, совершенно верно. Это в марте, которая прошла на Московской неделе моды. Друзья, вы, я надеюсь, посмотрели все это. Сейчас на своих экранах увидели. Сейчас я прошу ваше внимание на эту часть нашей студии и на нашу модель, которая уже выходит красивой походкой. Да, мы решили сегодня показать сезону несколько зимних курточек. Это парка черная. Друзья, вам хорошо знакомый человек, ведущий Роман Шахов. Для тех, кто если вдруг в этой абсолютно модной одежде его не узнал. Ген, я прошу тебя, может быть, тогда пройти к нашей модели и рассказать подробнее. Еще-то мне безумно нравится эта вещь. Роман Тольщ. Мне тоже очень безумно. Ну, здесь на самом деле рассказывать ничего не нужно тут. Нужно показывать. Все, да. Говорит само за себя. Единственное, я стараюсь всегда делать, чтобы каждая деталь в одежде как-то играла и была задействована. Я люблю на рукавах вот подобные такие вот утяжки. Они очень помогают, кстати, все по руке. Да, да. И очень комфортно. Пора на любой размер, вы хотите сказать. Да, 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 да. Я люблю, когда спина тоже имеет там определенную геометрию. Да, это очень стильно. Шильд металлический. Хочет спину держать прямо в этой одежде. И стараюсь всегда делать одежду, чтобы она была слегка приталена. Когда одеваешь там на любой тип фигуры, всегда она смотрится спортивной. Это здорово, потому что может быть просто мешком смотреться, а здесь подчеркиваются реально плечи и плечи. Вопросы клепок. Кто-то говорил, что очень много клепок, но ничего лишнего нету, не перегружено, все смотрится гармонично. И полированные молнии. И полированные молнии. А вот там как раз я хочу, чтобы ты еще, Ром, показал и подкладку очень здоровскую. Там все швы там. Подкладка, да, она тоже сделана в таком со строчкой. Все аккуратно, красиво. Ткань это итальянская оплащевка, она с мембраной. То есть не промокает, не продувает ее ветром. На ощупь очень классная. И носится тоже очень комфортно. И не хочется снимать. И не хочется снимать, и не хочется отпускать тебя. Но я вынуждена, Ром, поблагодарить тебя, потому что ясно, ты еще вернешься к нам сюда. И пригласите к нам на подиум еще одного манекенщика. Еще одну модель. Еще одну модель, да, все-таки еще одну модель. Роман Анатольевич, я выступаю вместо, действительно. Друзья, еще одна модель. И это, внимание, кто же выйдет сейчас у нас на подиум? Максим Колесников, ведущий программы «Территория машин». Впервые в роли модели. Вот как раз к вопросу возраста, да? Да. Молодежная парка. На не очень молодом человеке. На не очень. Так и называй вещи своими именами, конечно. Хорошо сохранившимся в немолодом человеке. Но смотрится идеально. Его работа сложная, работа сложная очень. Максим, повернитесь, пожалуйста, если вам не сложно, потому что сзади это отдельная история абсолютно, да? И отличная от предыдущей модели. Да, это тоже парка, но она белая, немножко сделана в другом варианте, тоже с клепками. И эко-кожа вот та самая, о которой мы говорили. Да, 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 вот с отделкой из эко-кожи. Выглядит абсолютно идеально. Которая выглядит просто как натуральная кожа, и незнающий человек очень сложно сможет отличить ее. Хочу попросить Максима надеть капюшон и посмотреть, как это будет выглядеть. На этой, кстати, парке должно быть предусмотрено меховой воротник. Да, но я его не взял. О, боже, это вообще. Ну, серьезно. Макс, ну твои ощущения? Поделись, скажи нам, пожалуйста, в двух словах хотя бы у тебя-то как. Микрофон специально для этого. А я займу свое место. Сейчас Геннадий сказал, что вещь дышащая. Действительно, я чувствую, как ткань, как подкладка дышит, как все это... Мне не жарко абсолютно, не очень комфортно сейчас. Особенно подкладка, учитывая, что у меня сейчас все в футболках в поле. Никакого дискомфорта на коже. Это замечательно. Это самое главное, что есть в одежде. Это комфорт. Безусловно, да. Спасибо тебе большое. Это очень красиво. Я вот как раз всегда старался обращать внимание на качество изготовления одежды, чтобы лекалы были настолько идеально оточены. И сидели безупречно на людях. У них не было никаких дискомфортов в движении. И, собственно говоря, мне это удалось. Потому что очень динамичная у нас жизнь. Плюс еще автомобили. И все это, конечно, требует абсолютной свободы. Мужчина вообще очень важна верхняя зона в одежде. Потому что иногда покупаешь какие-то куртки. Она, в принципе, сидит неплохо, когда ты стоишь, не двигаешься. Но по себе знаю, я занимаюсь спортом. И как только я начинаю двигаться, у меня постоянно трескается вот в этих местах. Я вот стараюсь эти места как раз хорошо прорабатывать. Ну, ты занимаешься спортом уже очень много лет. Да. Практически с самого раннего детства. Ну, в этом году 23 года будет уже непрерывно. А у тебя есть какие-то звания, путешествия, достижения? Нет, я чисто для себя занимался. Хотя у меня... Но, однако, ты экспертом фитнес выступаешь достаточно часто. Да, я хорошо специализируюсь по биомеханике. Я многих тренировал и тренирую до сих пор. Там ко мне иногда приезжают. У меня там есть и в зале напарникам, и я помогаю. У меня было много статей в разных журналах по спорту. Я был на радиостанциях, обсуждали там вопросы спорта. В общем, у меня такая активная была сфера деятельности в этом направлении, что, в принципе, я мог бы стать и успешным еще и тренером. Но это не мое. И не только тренером. У тебя есть еще направление, где ты очень ярко себя управлял. И мы обязательно их затронем, поговорим о них. Сейчас мы должны прерваться совсем ненадолго, после чего обязательно вернемся в студию. Друзья, оставайтесь с нами. Друзья, эта программа «Лучшая в стране». Меня зовут Александр Хайрулинов. У нас сегодня в гостях дизайнер, основатель бренда «Джи-Джи» Геннадий Горбачев. Тот, кто смотрит нас с самого начала, видит некое преображение на мне, но о нем попозже. Сначала же я хочу пригласить снова к нам на подиум очередную модель. Я напомню, что это коллекция Геннадия «Осень-зима» 2018-2019. 2018-2019. Да, то, что многие видели уже на показе на «Московской неделе моды». Ну а сейчас у вас есть возможность видеть это в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». Геннадия Геннадия. Пожалуйста, расскажи нам что-то поподробнее, объясни, во всяком случае, то, что здесь все не случайно, даже каждый знак. Первая модель, это у нас были парки, они теплые. Это у нас плащ. Он более тонкий На как раз Такую погоду, плюс 15 И до нуля градусов Ну и сейчас уже хорошо, кстати, вечерами Также я старался здесь сделать Каждую деталь уникальной Рукава с утяжкой Они так сами по себе широкие, чтобы можно было затянуть Кто любит, допустим, аксессуары в открытом виде носить О, да, видите, Максим Константинович У нас любит аксессуары Кому некомфортно широким рукавом То, соответственно, можно затянуть Да, и все абсолютно спрятано И тепло, что самое интересное Соответственно, по спине Тоже я старался всегда делать Какие-нибудь элементы Которые не утешеляют И в тот же момент придают некую уникальность одежде В том числе и шеврон В виде такой техно-стрекозы Это техно-стрекоза Кто бы мог подумать Вот она как выглядит Карманы, большие портфели Они такие, имеют асимметричную форму Можно я поверну вас Тоже полностью все С храмированными деталями С клепками С шильдами Ну и очень правильно, как любят мужчины Что они должны быть большие Туда можно сложить Максим Константинович Все ваши елочки для автомобилей И так далее Как вы любите Для этого можно сделать еще и портфели, рюкзаки Я, кстати, тоже этим занимаюсь В новой коллекции Как раз хочу сделать несколько А, кстати, красную нам нужно показать Ты же сегодня Да, я пришел там в своей красной сумочке Тоже моего бренда Спасибо, Максим Константинович Потрясающая ведущая программа Территория машин, друзья И если нас смотрят сейчас Ведущие дизайнеры Тоже обратите внимание Как модель Хотя, может быть, даже и Гена Заберет к себе у нас его Роман Шахов Следующая модель Пожалуйста, на подиум Выходим Ну, а вот про куртки, Гена Это же отдельная история Унисекс И женщины, и мужчины Вот, да Я вообще изначально был нацелен Вот сто процентов на мужскую коллекцию Но Когда я сделал вот этот бомбер И бомбер, который на тебе сейчас находится Да У меня огромное количество запросов стало о девушках А после девушки Такие девушки, они, конечно Вот видите, что самое классное Да, они причем покупают И заказывают Именно вот те размеры, которые есть 48-50 Чтобы они немножко были больше У меня здесь как раз не техно-стрекоза У меня здесь классическая стрекоза Здесь две Одна с этой стороны Одна техно Другая здесь Расскажи появление стрекозы Как случилось в твоей жизни В твоем творчестве На твоей одежде И вот этот вот Какое-то Что это за язык Название Я понял Я изначально делал женскую коллекцию В таком стиле Спорт-глем И все время думал Как назвать мне эту коллекцию Потому что я стараюсь Постоянно ко всему Давать какой-то смысл И Посмотрел там в интернете Соотношение каких-то символов Там к женщине И вот Обнаружил, что стрекоза Является символом Женственности Там ее Ветренности Воздушности И так далее А мужчина Оказался здесь Сейчас мы к этому вернемся И начал переводить стрекозу На разный языке И вот на латинском языке Стрекоза звучит как адонатум У меня как раз коллекция была такая современная С кожными элементами Там какие-то моменты были такие Типа в виде будущего И слово адонатум звучит как Криптон планета Там вот что-то такое космическое И я нашел подходящий шрифт Чтобы такой был тоже Интересный И Да, вот кстати он в большом виде До спины прям Да, очень здорово Смотрится красиво, гармонично И создал коллекцию Адонатум для женщин А потом мне стали задавать вопрос Если бы ты сделал такую крутую коллекцию для женщин Сделай пожалуйста мужскую Так Но так как стрекоза Не совсем соответствует Мужскому типу То я подумал, что Адонатум просто я впоследствии Сделаю брендом Адонатум Спорт Не обязательно, чтобы он имел Да, некий смысл И сделал вот часть коллекции В этом направлении для мужчин Но в цвете уже Потому что предыдущая была только в черном цвете И есть еще здесь карман Обратите внимание, рюкзачок Да, он функционирует полностью Туда можно спрятать что-нибудь Что-нибудь Плеер, например А ты знаешь, для нас, для ведущих Это очень удобно Как раз туда Вот эти вот аккумуляторы Туда складывать, да, Роман? И вот еще тоже здесь Пауэрбанк положил Здесь вот эта рамка Она тоже сделана с логотипом Все делал полностью под заказ То есть тут нет таких купленных деталей Нет купленной фурнитуры Это все мое собственное производство Ром, спасибо тебе большое Я уверена, что тебе будет Жалко очень снимать, конечно, эту куртку Но... Рыдать я пойду за кадром Спасибо огромное А я тогда займу твое место сейчас И та самая штука, которая на мне Которую тоже не хочется Вот эта куртка, она прям пользуется Огромным спросом и популярностью И я понимаю, почему И причем, что меня радует С одной стороны, как для бизнесмена Не то, что для дизайнера Мне не нужно тратить время На градацию лекала То есть там уменьшение Или увеличение размера Вот она как есть в этом размере И все покупают Именно в этом размере Для девушек Вот она тебе по сути велика Немножко, да, совсем Но именно вот ее Вот так, как ты сейчас ее одел И носит Поворачиваемся, так Ее так и носят С лёгкой небрежностью Потому что не может быть Тоже какой-то даже там бомбер Не знаю, не бомбер Все что угодно Свободная футболка Да, да, все верно Классная штука, друзья И эко-кожа, опять-таки, для тех, кто Да, и рукава здесь я сделал Для того, чтобы можно было подворачивать Тоже на тот случай Если, допустим, есть Большое количество аксессуаров Или просто там С забитой татуировками руки Отлично А вообще можно, наверное, даже Прямо всей семьей нарядиться В этом все Я так сейчас думаю, да Муж и жена Нужно И дети потроши Я свою жену подбиваю постоянно На то, чтобы она одевалась В соответствии со мною Чтоб мы были как одинаковые Вот у меня есть друзья Очень хорошие, близкие Они всегда одеваются одинаково И мне всегда хотелось, чтобы вот Вторая половина соответствовала тебе Сейчас потихонечку мы начинаем Приходить к этому Ну, как-то тяжеловато движется Вы же уже очень много лет вместе Да, но она более такая вся В классическом стиле А я все-таки стрит-стайл Рваные джинсы, растянутые майки, футболки, кеды А у нее больше туфлики, платьица скромные такие Друзья, бренд Gigi Геннадий Горбачев у нас сегодня в гостях Мы прервемся совсем ненадолго Сейчас музыкальная пауза И продолжим, после чего обязательно Разговаривать с нашим гостем Движется вперед, друзья, наша программа Лучшая в стране У нас сегодня в гостях Геннадий Горбачев Дизайнер, основатель бренда Gigi А я сейчас предлагаю нам запустить Показ коллекции Осень-зима 2018-2019 Тот самый показ Которому стоя руку плескали Все, кто присутствовали на прошедшей неделе моды в Москве Это правда, Генн? Да, и название коллекции King of Street Король улиц Король улиц Ты король стиля Естественно, какая коллекция могла появиться После этого стали называть король стиля Уже запланили интернет этим Включите нам, пожалуйста, картинку, потому что мы не видим Вот, а теперь спасибо огромное Все появилось Вот только что мы видели, по-моему Да, все верно На наших моделях здесь Да, 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 этот плащ как раз Вот как вот он смотрится Люди аплодируют, да Ну, я-то теперь прекрасно понимаю Ты сам в начале программы сказал о том, что эта ниша оказалась почему-то пустой Потому что она сложное воплощение Очень сложная конструкция одежды Очень требует больше затраты времени У нас же как? Стараются дизайнеры все пойти по пути наименьшего сопротивления Купить самые дешевые ткани Сделать как можно быстрее Там удешевить время и ресурсы на создание одежды Но при этом максимально дорого ее продать Такого не бывает, к сожалению Ну да, это мечта такая Да, поэтому у нас все дизайнеры Их же с каждым годом все больше и больше Но они тухнут, как спички, мгновенно Они показали все самое лучшее якобы Но дальше они не могут развиваться Потому что вообще в нашей стране это очень сложно развивать Этот бизнес, он, во-первых, высококонкурентный Во-вторых, у нас все избалованы европейскими брендами Да, это правда И для того, чтобы создать свой настоящий Прям вот высокого качества бренд в России Это очень дорогого стоит Я очень много денег уже вложил за много лет Я пока не окупил, честно признаюсь Но тем не менее я не опускаю руки Я иду все дальше и дальше Я стараюсь делать все круче и круче Все качественнее и интереснее коллекция И, конечно, я понимаю сейчас многих наших девушек Женщин, которые смотрят наш эфир или слушают У них так и рвется вопрос наружу Лена, а как же мы? А как же мы? А я вас никогда не забываю И эти заклепочки Это все нам тоже очень нравится Вот, кстати, мы говорили до эфира с тобой о килтах Посмотри, как он смотрится вживую Я хочу сказать, что это очень мужественно и брутально И очень оригинально Вот Хотя на тот момент Я и говорил об этом уже, что Тебя отговаривали многие, да? Меня отговаривали, да Что килт не пойдет, это неинтересно И я сделал два варианта с килтами И это взошло И вот этот черный килт сейчас похолоднее будет Я сам буду носить на улице, да Чтобы показывать, что это действительно красиво и стильно Что есть место этому быть там в гардеробе каждого стильного парня Сколько коллекций уже у тебя готово? Вообще, сколько я сделал коллекций? Сделал, да, всего Ну, вообще у меня три коллекции Три коллекции Ну, поговариваешь, что у тебя уже эскизов на пять коллекций как минимум Да, на пять лет вперед Да, я сделал уже на пять лет вперед идеи И я с каждым разом делаю все круче и круче То есть, опять же, возвращаясь там к нашим дизайнерам Которые не совсем практически подходят к своему становлению как дизайнера Они показывают все самое лучшее И дальше ему уже нечего показывать, нечем удивить Я же наоборот Я сначала поскромнее, потом выше, выше, выше и так далее И у меня три коллекции в планах это сделать более театрализировано С хорошей постановкой Потому что там у меня будет еще немного костюмированного такого зрелища Ну, что-то от кутюр, то есть то, что, наверное, да, точно будет сложно надеть кому-то Вот открою маленький секрет У меня очень давно есть одна просто вот такая заразная мысль Я хочу сделать коллекцию для женщин Как раз это будет коллекция для женщин в виде вечерних платьев Но они будут очень клевы, вечерние платья Потому что я уже все прорисовал Представляю, да И с элементами гладиаторских доспехов Это я вот раскрываю сейчас тайну Как интересно Я отложил это на 2020 год, эту идею Потому что сейчас я ее детально прорабатываю Недолго осталось ждать так И там я хочу сделать немножко так театрализированное все Где, Ген, можно все это приобрести сейчас? Хотя бы посмотреть Хотя бы пока присмотреть У меня много своих собственных клиентов, которые знают обо мне Это понятно Я пытаюсь уже какой год открыть свой первый флагманский магазин И все время что-то мне мешает Наверное, все-таки время не пришло Я верю в космос Да, и что-то мне подсказывает Пока не надо торопиться с этим Кстати, вот курс, который только что мы видели на рамках Зеленая, да, она, видишь, как смотрится красиво Смотрится очень здорово, да Понятно, что здесь все подобраны И брюки, там и обувь У Романа несколько Иной стайл был в нижней части Да, ну это шикарно Вот черная парка как раз И обрати внимание, у меня модели прям типажно подобраны под каждый образ Мы со своей командой очень хорошо подходили к кастингу моделей И прям отбирали тщательно Твои выходы как дизайнера на показах Они же тоже отличаются очень Безусловно, да, некоторые дизайнеры просто выходят из-за кулис с поклоном Ну да, и как-то так очень робко, на две секунды и убежали быстрее Да, я же наоборот стараюсь поиграть немножко со зрителем Пройтись полностью до конца подиума, сделать какой-то жест Вот на этом показе это был выстрел И он сейчас стал таким уже знаковым движением Там на многих фотосессиях даже, на многих каких-то интервью Я иногда заканчиваю там этим выстрелом Покажи, пожалуйста, еще раз вот на камеру, как это выглядит С легкой уточкой на губах Вот, кстати, киберкостюм я делал Он вообще, в принципе, не входил в состав этой коллекции Так Но мне настолько было интересно показать его И мы сделали образ байкера Вот это очень сложная конструкция, жилет и комбинезон Это тоже все эко-кожа, я предполагаю Это все эко-кожа, безусловно, да Я все делаю из эко-кожи, стараюсь, по крайней мере А из натуральной кожи только под заказ Слушай, ну и вот совершенно уже другая история Другой стиль абсолютно Ну это смарт-кэжу Угу И вот уже нельзя То есть терминатор, наверное, вряд ли себе позволит вот это И наоборот, хотя можно быть разным, наверное Терминатор Кстати, вот это важно Можно себе позволить, Ген, сегодня быть, не знаю, вот таким вот ярким Каким-то очень брутальным на следующий день по настроению Взять его в классику Это необходимо, это необходимо делать Потому что, действительно, то, как мы выглядим, зависит от нашего состояния Внутренней, там, души или как мы проснулись, настроение Если есть сомнения о том, что я оденусь сегодня ярко, но, возможно, это будет лишним Как-то постараться сочетать что-то такое нейтральное Альтернативу найти какую-то, да? Но я всегда говорил, знаешь, что стараться надо подбирать цвета Цветовая гамма, там, не более трех оттенков, что должно быть в одежде присутствовать А некоторые одевают пестрые рубашки Вот для мужчин я вообще категорически бы запретил одевать принтованные рубашки Это глупо смотрится, некрасиво, нелепо Вот чисто однотон Только однотонная Только однотонная рубашка Но при этом любого достаточно цвета или все-таки тоже есть? Нет, любого цвета, но в сочетании там с какой-то одеждой ассистентом, которую, допустим, одеваем, да? Но не принтованные Принтованные рубашки, они очень ужасно смотрятся Это уже, ну, смешно даже, я не знаю, не хочется очень грубо это говорить Ну, парни, выкидывайте все принтованные рубашки из шкафа, это некрасиво А клетка? Клетка это другое дело Любимые очень ногами Клетка это другое дело Остается в гардеробе, не выбрасываем Она всегда будет в моде, она никогда не выйдет Вот, кстати, отвлекусь на килт оранжевый, то, что я показывал на фото Вот, посмотри, как это смотрится круто А борода настоящая у модели? Абсолютно, да, это мой хороший друг Я его постоянно зову на свои показы Он такой фактурный, спортивный Причем он в возрасте, ему 40 с чем-то лет Ну, за счет бороды мы не видим, друзья, этого возраста И, кстати, ну, этот все-таки достаточно молодежный стиль Он, правда, он делает свое дело Да, да, вот я об этом говорю Лет десяток с плеч долой, как минимум У меня там возраст 20 и за 40 модели И они не отличаются по фактуре Очень красиво все и гармонично смотрится Вот у меня было очень много отзывов после показа Очень много писали, говорили, что, блин, как удалось подобрать и обувь, и модели Прям именно вот в типаже в соответствии с тем луком, который на них одет А это как раз финал показа, да, я так понимаю? Это вот последний, да, выход всех моделей Сейчас они будут устраиваться в две колонны И потом посередине пойду я Ну, надеюсь, да, что мы сейчас дождемся твоего появления Конечно, дождетесь Это неизбежно Скажи мне, пожалуйста, это, конечно, такие детали Но очень любопытно узнать В каком количестве производится? Ну, например, вот определенно там зеленая кортка Или в зависимости от запроса? Ну, вот эту коллекцию я делаю чисто под заказ Кому-то нравится какая-то модель Они мне высылают там фотографию И говорят, я хочу такую Ну, то есть это в любом случае не будет Та история, когда ты куда-то приходишь, а там 25 таких же Вот, боже, Геннадий Вот это выход Сейчас здесь будет мой выстрел Ты покруче выглядишь, чем модели твои, я тебе хочу сказать Абсолютно искренне Ну, я много лет и до сих пор даже Вот, выстрел знаменитый, да Да, я бываю фотомоделью Меня часто берут на разные проекты Ну, уже за очень большие деньги Ну, да, да, признавайся Не, ну все, просто шикарно Браво Спасибо Аплодирую я тебе Спасибо, я тебе За то, что ты сегодня со мной Я с тобой Но мы еще не прощаемся, друзья Есть коротенькая пауза И продолжим общаться с Геннадием Еще с огромным удовольствием Несколько вопросов зададим Будьте с нами Лучшее в стране Дизайнер-основатель бренда GG Геннадий Горбачев Сегодня у нас в гостях Мы посмотрели новую коллекцию Синзима 2018-2019 Спасибо тебе огромное, Гена Это очень интересно И я уверена, что если и были среди наших зрителей, слушателей Те, которые, может быть, не знали Ну, в силу разных причин существования такого бренда То сейчас уж не просто узнали, но и наверняка заинтересовались Вот лично мне это очень нравится Все, что ты делаешь Интересная твоя жизнь, твоя биография Потому что в детстве ты мечтал быть военным Образование у тебя актерское И много ролей В кино есть и в клипах музыкальных Отдельная история с тюнингом автомобилей Вот прям вкратце, если можно Да, я какой-то период времени очень сильно увлекался тюнингом автомобилей Особенно это были вот японцы Мы покупали там разные битые машины И делали из них такие концепт-кары Но это очень затратное хобби Кстати, на удивление, меня даже жена моя поддерживала в этом И когда мне там не хватало на какую-нибудь няшечку для автомобиля Она всегда говорила Свои запасы? Она говорила, да Это любовь Это настоящая любовь Она всегда ездила со мной Мы выбирали даже вместе машины Она проводила со мной время и в сервисе И так далее В общем, это большая благодарность ей за это Но это тяжело Потому что это отнимает слишком много времени Это отнимает слишком много ресурсов И в конечном итоге я понял, что я просто могу остаться ни с чем Ну это был этап определенный Да, определенный этап жизни, к которому я хочу вернуться чуть позже Тогда я сейчас уже полностью налажу С кино, как у тебя обстоят на сегодняшний день дела? 45 ролей это минимум Это информация, которая у меня есть Да, все на самом деле здесь немножко хуже, чем хотелось бы Потому что очень много времени, энергии, силы, желаний я на это затрачивал Но дальше каких-то групповок или таких не очень значительных ролей не доходило С учетом того, что я к этому очень трепетно относился И люблю до сих пор эту профессию, эту деятельность Но, как обычно, у нас любят своих И моя еще огромная ошибка Я, в принципе, никогда не был таким прям совсем бедным актером И мне приходилось приезжать на собственной машине И в собственной одежде, я так предполагаю И всегда я был красиво одет, дорого и дорогая машина И это тоже сыграло свой определенный такой ключевой момент Когда мне начали намекать на то, что не хочешь ли ты что-то купить Понятно В проекте Понятно, все, эта история нам не интересна абсолютно Да, мне она абсолютно не интересна Я ушел в то, чему действительно у меня лежит душа Расскажи о сотрудничестве с Никасом Сафроновым Что здесь ожидать нам? Это очень интересный проект у нас будет Мы с ним об этом начали первый раз говорить сразу после показа И он мне предложил идею интегрировать его картины в стрит-стайл Я приехал к нему в гости Мы посмотрели с ним картины Я отобрал для себя то, что действительно можно сделать Обалденным просто шедевром Как интересно И вот буквально там в ближайшее время Мы планируем сейчас запустить небольшую коллекцию совместную И сделать это очень такой шумный, красивый, яркий показ Ну, конечно, для этого нам нужно найти партнеров Конечно, как без них в наше время Потому что это очень интересный, очень большой проект У нас даже вот мы еще не стали делать его, реализовывать Но уже есть запрос с Америки Нас там готовы поддержать И предложили нам вариант потом показать его на Америке Есть какое-то там мероприятие, по-моему, называется Fashion Night Не знаю, что это за мероприятие Вот там продемонстрировать эту коллекцию Сказали, как только будет готово Мы готовы вас забрать и все это дело здесь осветить На что мы, конечно, согласились Я желаю удачи вам Я верю в этот проект И вообще в бренд GJ Я тоже очень верю в этот проект Я поэтому искренне желаю Я верю в GJ Пусть и российские мужчины, и парни, и ребята Одеваются очень красиво, стильно Очень здорово Ну и потом Кто-то должен начать это делать Кто-то должен начать это делать Тоже начнет закупать, задумываться И обращать внимание на то, в чем он одет Безусловно Переходите уже, дорогие мои мужчины и женщины В качественные российские бренды Ген, спасибо тебе большое Я хочу прямо вот напоследок буквально Три слова посвятить, наверное, твоей замечательной семье Супруге и дочке Потому что твоя любовь к ним видна В социальных сетях Они у тебя практически там на каждой фотографии Скажи, что для тебя, для такого мужественного И творческого человека одновременно Одновременно вот такой тыл И такая семья, и женская поддержка очень сильная Это для меня тыл Именно тыл, да, который прикрывает меня От всяких негативных факторов Извне И одним словом, это мой дом Это мой дом, который оберегает Мое личное пространство Чтобы не вторгались, как говорится Всякие там негативные спруты И не высасывали энергию Безумно, конечно Это твои музы Я думаю, так Ты со мной не будешь спорить Да, такие некие субстанции поэтические Которые меня вдохновляют на то Чтобы я продолжал работать Создавать что-то, стремиться все выше и выше И чтобы они гордились мной Для меня это важно Мне важно, когда там меня жена поддерживает И говорит, что я горжусь тобой Для любого мужчины это важно Я не только про себя говорю Женщины, я вас очень прошу Любите и уважайте своих мужчин Как бы им тяжело не было Поддерживайте их Потому что для нас это очень важно Без вашей любви мы ничто Золотые слова Спасибо большое Спасибо тебе Геннадий Горбачев Геннадий, всегда тебе очень рада И ждем и новые коллекции Новые показы, интересные проекты Спасибо, было очень круто Программа лучшая в стране Оставайтесь с нами, друзья И спасибо за внимание Первый и единственный в России Субтитры сделал DimaTorzok